Добро пожаловать в PayPal. Спасибо за терпение. Пожалуйста, введите шестизначный одноразовый пароль. Спасибо. Главное меню. Пожалуйста, укажите причину вашего звонка. Для того, чтобы получить информацию о платежах, возвратах и других операциях, нажмите «1». Для обновления данных вашего счета, включая подтверждение банка ЦК, вам доступны следующие варианты. Для того, чтобы получить информацию о возвратах, нажмите «1». Для того, чтобы получить информацию о других операциях, нажмите «2». Если произошло нефункционированное списание, нажмите «3». Если ваш платеж был отклонен, не получен или не отправлен, нажмите «4». Чтобы услышать другие варианты, пожалуйста, ожидайте соединения с сотрудником службы поддержки. Ваш разговор может быть записан. Благодарим за звонок в Paypal. Данный звонок может отслеживаться и записываться. Здравствуйте. Добро пожаловать в Paypal. Меня зовут Катерина. Назвите, пожалуйста, ваше имя, фамилию и отчество. Катерина, добрый день. Меня зовут Овсяников Александр Иванович. Большое вам спасибо. Катерина, смотрите, у меня такая ситуация. Я сделал перевод на свой банковский счет Сбербанка где-то дней 10 назад. Деньги от вас ушли, к ним не пришли. И я не могу новый Сбербанковский счет привязать. У меня выходит ошибка. Я написал в поддержку Сбербанка, где приложил скриншот. С самой ошибки, где приложил скриншот с онлайн Сбербанка, где указан ВИК и мой счет. И два скриншота приложил. Мне в ответе прислали инструкцию, как перечислять деньги. То есть вообще никто не посмотрел с поддержки на скриншоты. Смотрите, ситуация такая. Хотелось бы пользоваться Paypal, удобная система. Но у меня безвыходная ситуация. Деньги, которые я отправляю, не приходят. И новый Сбербанковский или любой другой банковский счет я привязать не могу, потому что выходит ошибка. Да, я поняла. Я знаю, в чем проблема. Прошу прощения, что перебиваю. Давайте. Здесь сложилась такая ситуация. Я предполагаю, скорее всего, что так и есть, что в банке ваш банковский счет, он создан на ваше имя, написанное русскими. Да, да. Правильно? Да, поэтому я написал раньше самое первое письмо, где написал. У меня Александр Овсянников написано на английском, а фамилия, имя, отчество на счете на русском. Я это написал, приложив скриншоты. А вы мне ответили опять, как привязать банковскую качку. Да я-то все знаю. Просто поменяйте данные согласно удостоверению личности. А мне на это письмо тоже ответили, что у вас совпадают данные Александра Овсянников на английском с Овсянников Александров на русском. Они никак не могут совпадать. Можете мне поправить данные, чтобы они были... Какой ужас. Прошу прощения. Да. Что я получаю такие ответы. Так, смотрите. Я вам выслал удостоверение личности где-то дней 15 назад, так как я получил новый документ, ID казахский на русском языке, и попросил внести данные, которые у меня в лицевом счете. То есть просто Овсянников Александрович на русском. Согласно удостоверению. А мне написали, что у вас данные совпадают, когда они офигенно вообще не совпадают. Да, я вас поняла. Хорошо. Будем подавать заявку на смену написания имени с локиницы на укилилису. Да, я это подавал уже. Несколько действий. Так. Сейчас я гляну, что вы здесь сделали. Вы почитайте мои вопросы в поддержку и ответы ваши. Это же кошмар полный. Я, я, собственно, понимаю, но сейчас, если говоря, хочу помочь вам, если это то, что с коллегами я буду разбираться уже после разговора с вами. Ну, давайте так. Вы можете увидеть мой скан удостоверен личности, который я отправил, ну, при самом первом обращении в этом году? Я вижу, что с самого марта вы загрузили файл по заявке на смену имени. Вот я вижу, что заявка на смену имени. Здесь один файл. Да. И здесь как раз в фотографии вашего учреждения. Да. Вот, оно есть. Да, просто... Также я вижу, что вы пытались... Ага, 13 марта вы также что-то загружали, но я эти файлы не вижу. Это было загружено, знаете, в приложение к письмам. Да, это скриншоты. Это скриншоты ошибки банка по невозможной привязке нового счета. Ну, разумеется, так как данные не совпадают в фамилию имени, что это невозможно сделать. Да, мы не принимаем документы через приложение к письмам, мы соображили эти запасы. Вот так, отключите возможность прикреплять письма и напишите, что, пожалуйста, загружайте нам на вот этот эмайл, потому что этот возможность есть. В форме обращения есть возможность загрузить. Это не в моих силах, я не могу на это повредить. Ну, вы запишите заявочку, пожелание от клиента у вас есть, какой-то регламент, наверное, да? К сожалению, нет. А, то есть... Это было бы очень здорово. Хм. Ну, ладно. Давайте так. Не жаль, не жаль вам это сказать. Да, сканайди, вы видите, да? Я не видите. Давайте все заниматься сменой имени. Да. Я делаю все правильно, чтобы это было так, как нужно, чтобы было опять не было. Супер, супер. Я создам официальный запрос от своего имени. Вам нужно будет сейчас получить на вашу почту от меня письмо. Да. У меня будет специализированная ссылка. Да. Именно... Нет, там будет именно специальная ссылка. По этой ссылке нужно будет загрузить два документа. Отправляйте. Я сейчас делаю все по процедуре, чтобы у нас не было ни отказов, ни больше никаких провалов. Отлично. По этой ссылке, пожалуйста, загрузите фотографию вашего паспорта. Первое... Подождите, подождите. Паспорт. Я гражданин Казахстана. Паспорт у меня на английском и на русском языке, где есть только имя и фамилия на английском и на русском. ID – это местный паспорт. То есть, так как казахстанский паспорт за грамм, там не полностью отчества нет. ID – это местный паспорт казахский, который в России тоже в ближайшее время введется, где указано фамилия и мочица на русском языке. Я могу вам загрузить паспорт, но если вы в него введете данные, имя, фамилия, я опять не смогу манковский счет порезать, потому что там отчества нет. Отчество есть только в ID. Почему вы в ID не можете поменять имя? А у вас в вашем банковском счету есть отчество? Конечно. Я же вам говорю, я, а, ну вы скрину не получали. В том-то и веке прикол, когда банки отчет открывал, они говорят, ну не можем без отчества. Показывайте ваш ID. Я показал ID, они написали Овсяников Александр Иванович с отчеством. Поэтому вам нужно действовать на основании ID. Ну ID это в Америке такое, если в Европе. Только в России не понимают, что это такое. Я поняла вас. Окей. Хорошо. Если вы хотите, сделаем так. Да. Я не хочу, другого варианта нет. Если я вам паспорт загружу, у меня без отчества. А без отчества я опять не смогу в счет приезжать. Будем по кругу ходить. Да нет, вы знаете, мы... Проблема в том, что паспорт мы запрашиваем как единственная касса личности. А помимо паспорта мы запрашиваем еще один документ, в котором уже правильное написание, согласно которому... Да, Катерина, я вам вышлю и паспорт, и ID без проблем. Большое вам спасибо. Так. Вы можете это сейчас сделать, оно на линии? Да. Отлично. И потом подадим розыск на мои 470 рублей, которые ушли в Киевское отделение Сбербанка. Оказывается, там года два или три карточка закрыта, перевыпущена другая карточка, и скорее всего на закрытый счет и карточку деньги не пришли. Где-то они в пути зависли. То есть от вас они ушли, а туда они попали, и я их в личном кабинете с Берой не вижу. Потому что у меня карточка или свой счет тот закрыт. По идее, должен быть возврат, и потом я должен привязать новый счет, куда я эти деньги могу переводить. А вот пока вот сейчас так. Давайте. Так, я вам отправила письмо, но у вас уже должно быть. Более того, с помощью той же ссылки мы с вами потом будем разыскивать ваши деньги. Сейчас я просмотрю. Это было 7 марта. Окей, смотрите, вывод был 7 марта. У нас есть процедура поиска средств, но ее можно инвестировать только если прошло 14 рабочих дней после отправки денег. То есть они еще не прошли, прошло 6 рабочих дней. То есть вам нужно будет подождать еще, сейчас вам скажу, до 25-26 примерно числа. До тех пор, скорее всего, что деньги вам вернутся, по моей практике, так обычно и происходит, и не возвращается в этот срок. Но если вдруг они не вернутся, у вас уже есть эта специальная ссылка, которую вам только что на почту прислала. Так, пока у меня письмо только 4 часа утра, где команда PayPal ответила на вопрос, а пока нету письма в почте. Не волнуйтесь, она поступит, она придет. Сегодня, я заметила, они поступают не сразу, а через несколько минут. Не поступают, а они у вас если сразу отправились, то у меня сразу получается, да? То у вас какая-то задержка есть, да, с сервера почта у вас не сразу уходит? Обычно нет, но сегодня уже, скажем так, не первое письмо, которое я почему-то задерживаю. Как меня радует PayPal, PayPal, все больше и больше, вы все медленнее-медленнее работаете. Ой, не говорите, да, нам тоже не очень нравится, исполняет довольно-таки всю работу. Так, в общем, вы сейчас получаете ссылочку, вы по ней загружаете два файла. Первое застерение личности, второе застерение, в котором ваш имя фамилия... Я готов, да. Соответственно, обозначено. Вы это все загружаете, я создаю запрос, и вам меняют имя. Это делается... Имя, фамилия, имя и отчество. Да, 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 я это очень хорошо помню. Да. Так, дальше. Вы ожидаете 14 рабочей линии от момента вывода, то есть от 7-го числа. И затем вы по той же ссылочке, которая у вас уже есть на почте, будет вот сейчас, вы по ней же загружаете выписку по вашему банковскому счету за этот период. И опять... Так, выписку по какому банковскому счету? Просто смотрите, первоначально я отделение Кировского Сбербанка открывал счета, а потом переехал в Москву, еще в Москве открыл. У меня два лишних кабинета, один московский, один кировский. Отправил я деньги в кировский кабинет. Выписку я по тому лицевому счету сгрузить не могу, потому что счет закрыт и карта закрыта. Есть другая карта, другой счет в Кирове. Но хотелось бы, чтобы меня в Москву отправили, меньше комиссии будет для меня при переводах. Смотрите, нам нужно их сначала найти. То есть вот этот банковский счет, который сейчас отделение 8612, Сбербанка России, последней 4 цифры 0063. Нет у меня их сейчас, я пробовал найти. Это была старая карта. Я слышала. Окей. Если у вас его нет, то вместо выпуски вы предоставляете документ из банка того, что этот банковский счет закрыт. Так, подождите. Это что будет, справка или что это? Или просто мое письмо, что счет закрыт? Справка из банка, именно. То есть вам в банке дают бумажку? Да, вопрос. Данный банковский счет? Да, вопрос. Вы мне номер счета можете полностью написать? Потому что я им напишу счет заказчика на 6632, они должны ответить. У нас нет тонного его номера. А я же когда привязывал БИК и счет, он же где-то у вас был или он секретный? Он секретный. Он в системе так и остался, никто его не видит из живых людей. Вопрос. Я с Москвы могу обращение в Киров написать, чтобы мне ответили в онлайне, наверное, да? Попробую. Да, конечно, попробуйте. Скорее всего, не могу. Что, я к письму от вас получил перейти в центр. На синем фоне, синим написано, нифига не видно то, что там написано. Ой, вообще, пожелание к вам еще. В кнопке текст не белым, а на темно-синим, синим написано. Его вообще не видно. Если бы я не пригляделся, я подумал, что вы издеваетесь надо мной. Так, я в центр сообщений зашел, правильно? Здесь служба поддержки клиентов PayPal. Последнее сообщение 12.29. Мне по нему жмакнуть, да? Да, пожалуйста. Потому что слева меню с сообщениями. И вот это активное, то есть оно не просмотренное. Давайте. Здравствуйте, уважаемый телефон разговор. Высылаем вам ссылку для загрузки документов. Все, теперь понятно. Но она почему-то не активная, мне приходится копировать и вставлять в браузер. Как у вас косичку? Да, лучше так делать. То есть это волшебная ссылка, да? Так, я могу тут два файла прикрепить, да? Да. Одновременно в одном сайт-филе. Выгрузаете файл, выбираете тип документа, пишите название. Так, секундочку. А вы, когда я отправлю, вы их получите и откроете, да? Да, получу, открою, проконтролирую, чтобы все загрузилось интересно, потому что бывает всякое. Смотрите, у меня паспорт есть, все страницы, 14 мегабайт, он не пролезет, да, наверное? Нет, он не пролезет. А нужно только фотографии, да? Первый разворот. Да, вот это да, фотографии или сканы. Ну, сканы, да, они есть. Так, сейчас тогда я удостоверю личности. ФДФ подойдет, да? Угу. Выберите тип. Достоверю личности, фотографии. Обязание обязательно. Так, а тут я не могу в одном обращении два отправить. Сначала я одно отправлю, наверное, да? Ну, попытайтесь так. У некоторых моих клиентов получалось. Ну, давайте. Ну, давайте я нажму «Прикрепить документ» и посмотрим, что там произойдет. Так, все, а сейчас второй буду прикреплять. Понял. Ну, надо. Сейчас я быстренько файл отредактирую. Беру с него лишние эти сканы. Оставлю только одну страничку. Сохраню в PDF и... Рекреплю. А вопрос такой. Если 14 дней пройдет, и Сбербанк поймет, что деньги с PayPal отправлены на тот счет, которого нет, они его, по идее, должны вернуть, я могу это увидеть на личном кабинете PayPal по логике. Так, да? Да, вот в том-то и дело, что чаще всего они возвращаются еще до исчезновения сроков, 14 рабочих дней, и капают вам обратно на ваш баланс PayPal. Все чудненько. Вы можете заменить документы, потому что у меня выпущен новый паспорт, на удостоверили личности, а старые документы, они же не актуальны, как бы их тоже это... Ну, я не знаю, в личном кабинете признать актуальным, или как-то делать. Вы здесь? Да, прошу прощения, занято созданием запроса на смену имени. Да, смотрите, раньше я прикреплял паспорт и удостоверили личности старые, сейчас, в декабре, мне выдали новые, поэтому все вот эти документы надо актуализировать, чтобы только они остались, понятно, да, в связи с не только именем, а еще и в связи со сменой документа, если такое возможно сделать вообще. Вы уже прошли верификацию личности, как я вижу, в прошлом году. Если система посчитает нужным, она будет... Да, но эта верификация личности была на старые документы, которые закончатся летом. Если летом мне скажут, что вам нужно загрузить документы, а я их уже сейчас загружаю, как бы это не сработало опять, понимаете, так как там автоматически... Нет, это не сработает. Вы загружаете сейчас документы в совершенно другой департамент. То есть вы мне говорите? Да. Эти серификация личности занимаются совершенно другие ребята, чем те, которые занимаются сменой имени. Так вот, те ребята, которые меня идентифицировали по старым документам, может быть, они на компьютере поставили уведомление, когда закончится срок действия моего паспорта, мне отказать с транзакцией. А я вам сейчас загружаю новые документы. Можете как-то это все вместе связать, чтобы мне на 10 лет не было никаких проблем? Повторяю, не могу. Потому что я не понимаю, что смена имени. Я задаю отдельный запрос. Я понимаю, это все... А как мне это заранее сделать? Вот, допустим, я знаю, что летом в июле у меня закончится паспорт, и могут проблемы быть. Я сейчас все госорганы, где карточки открывал, где госислуги открывал, все будут обзваниваться, спросить, что сделать заранее, чтобы мне там не присоединили доступ. Вот и вам хочу это сказать, если мы уже с вами общаемся. Ну, это же логично. Я поменял паспорт раньше с срока. Вы первый такой, кто решил так сделать, поэтому, честно говоря, немножко растеряна. Единственное, что могу вам посмотреть... В смысле, я первый тот, кто меняет паспорт со старого на новый? Нет, тот, кто наперед думает и планирует... В нашей стране приходится делать, да. Ну, даже не знаю, система автоматически выдает запрос на перепроверку, если идет смена паспорта. Вот, вы можете вот создать этот запрос? Для того департамента? Потом мне надо позвонить... Чтобы меня переключили к этому департаменту? Как у вас? Это невозможно. Это у нас есть департамент, и к нему подключиться никак нельзя. Нет, вам придется ожидать официального письма с запросом на предоставление данных. Только таким образом. Сейчас я просто пропустил. Секундочку. Я сейчас выберу файл. Давайте так сделаем. Я, наверное, проще будет картинкой загрузить этот самый. Можно же, да, в департаменте? Конечно. Да, выбрать. А тут удостоверили личность фотографии, подождение или другое? А у меня паспорт тут нет такого. Это не особо важно. Давайте удостоверили личность. Еще раз выберу описание. Тут паспорт. Просто было бы здорово, если бы я один раз загрузил документы, потом служба, которая смотрит, следит за истечением срока документов, зашла бы и посмотрела. О, у него тут районики. Очень много таких вещей было бы. Здорово, у нас. Поэтому должна быть обратная связь между вами, людьми, которые к вам обращаются, и службой, которая эти регламенты пишет. Ну, это же логично, что не всегда они все идеальные, да, там, скрипты, регламенты. И вот есть вопрос, на который нет ответа. Мы этим не сражаемся за это право. А, вы даже сражаетесь. Что нужно сделать, чтобы тоже посражаться за это право? Ну, от меня, как от клиента, куда-то запрос отправить, куда-то позвонить, сказать, ребят, могу сделать так, смотрите, мы с вами разговор запишем, я его публикую на ютубе, раскручу на своем канале, где написано, сказано, что PayPal вообще работает как в каменном веке, они точат сабли кирпичами, а не кочевыми, понимаете? И вы скажете, ну, я не знаю, у меня же такой регламент, и ваши воли, и вы такие, Александр, какой ты сволочь. Так, отправить документы мне? Да, давайте отправляйте. Так что? Потому что по Сбербанку я публикую на своем канале косяки, которые у них происходят, это же полная жесть. Мне отключает мобильный банк из-за того, что у меня неактивный телефонный номер, якобы, Теледва отправил в Горбак информацию неактивно на телефонный номер, и я не могу онлайн транзакции сделать. И уже год у меня висит в кабинете PayPal уведомление, чтобы продолжить работу, обновить данный счет, нажимая кнопку ниже. И вот я от достоверения отправил, а это все висит и висит. Может быть, этот косяк реальный, вы скажете, вот у человека это висит, я уже и куки чистил, все, что нужно делал. Документы отправил, кстати. Катерина? Вы уже отправили? Да. Захожу я в личный кабинет, можно сделать. Да, я вас слышу. Давайте я могу скриншот сделать и вам туда же загрузить. Можно сделать? Скриншот чего? Ну вот это уведомление. Нет, это невозможно. Бесячего. Я порешила, что так нужно, что это уведомление должно висеть, поэтому на этот факт повлиять невозможно, и более того, даже если бы было возможно, и это был бы баг, то я бы ничего не смогла сделать. Дайте мне, пожалуйста, пару секунд, я хочу корректно написать запрос на смену имени. Да, молчу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы также желаете, чтобы ваше учреждение было добавлено. И на русском все. Конечно, конечно. С кириллицей на кириллицей. Все есть. Так, теперь следующее. Вы ждаете через рабочие дни. Если до этого срока вам деньги не вернутся, то по этой же сыночке загружаете. Во-первых, опять-таки, первый развод вашего паспорта. Во-вторых, вы загружаете выпуску из банка или какую-то бумажку, в которой написано, что ваш банковский счет, именно тот, на который вы отправляли средства, больше не активен. Или справку о том, что этот счет закрыт, да? Да, именно. Вот эти два файла загружаете, сразу идти с нами. И точно так же мы направляем запрос уже в другой отдел, который занимается поиском средств. И вам еще нужно. В принципе, что, сколько времени проходит тоже 14 дней проверка паспорта и смены имени и фамилии? Нет, нет, нет. Документ, еще и пару дней это делается. После того, как у меня фамилия и мочица сменится, я смогу привязать банковский счет, по идее, логика простая. Фамилия и мочица совпадает, Вик или целый счет совпадает, да? По идее, должно привязаться. Абсолютно верно, да, да, да. Так, ну, в принципе, все понятно. Тогда, если деньги вернутся, может, журнобанковский счет нового выводить, да? Да, вы можете уже сейчас, ну, то есть, пока вам имя поменять, да, 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 привязать. Вы можете уже на это его привязывать, подтверждать, то есть, пока вам придутся, но пока вы подтвердите, и уже все будет готово к выводу средств, которые вам вернутся. Но я честно вам скажу, что очень редко пишут запрос на поиск средств, крайне редко, просто потому, что они возвращаются до... Ну, вообще, супер, если так. А вопрос такой, можно какое-то уедомление поставить, когда мне средства приходят на счет в виде возврата, или нельзя? Ну, на e-mail хотя бы. Я понимаю, что вам придет письмо. Да, придет. Угу. То есть, не все потеряно. Нет, вам придет письмо. Я видел, что приходят письма, когда деньги возвращаются в результате отказа. Я понял. Со стороны банка, и письмо тоже приходит. Да, я понял, чтобы решить проблему, все-таки лучше звонить, потому что списать в поддержку, это с прикреплением скриншотов, которые не прикрепляются, не читаются. Ну, как-то забавно, да. Ну, хорошо бы не звонить. Да, рекомендую с нами связываться по телефону. Да. Все, огромнейшее вам спасибо. Либо, там, в конце разговора надо какую-то циферку поставить, там, один по пяти, то есть, не контролируется, да, работа. Нет, если система вам рандомно выдаст, то вам будет анкетка, если не выдаст, то не будет. Так. И вы мне скажите, пожалуйста, ситуацию, когда у человека заканчиваются данные действующего документа, по которым я был дефицирован в системе, а это будет в июле 2020 года, мне придет за месяц уведомление, или в тот день скажут, вы, к сожалению, пользоваться не можете, загрузить новый документ. Как обычно это в практике происходит у вас? Вы знаете, к сожалению, я не знаю, как вам находитесь. Это в другом департаме. По истечению, по истечению какого-то периода. Вот я просто исхожу из того, что мне люди сообщали, и они сообщали, что да, вот недавно мы меняли документы, и сейчас у нас проверка на аккаунте. То есть, это происходит примерно или в то же время, или чуть-чуть позже. Более того, скорее всего, у вас появится упрощенная проверка, которая проходит очень быстро и просто. То есть, это будет до того срока истечения предполагаемого завершения? После. Ну, как-то странно. По идее, если вы 14 дней документы приезжаете, проверяете, мне за 15 дней должно прислать письмо, что репарий, у тебя заканчиваются документы, если ты получил новый, вышли вот по этой ссылочке сканы. Нет, да? Резонно, но нет. Ну, как бы понятно. То есть, я единственное, кто такие, может, не единственное, кто такие вопросы задает, но эту проблему никак решается, вы опять с ней сталкиваетесь, опять отвечаете на звонки, ну, как-то интересно, да. Ну, надо работать. Мы стараемся решать, просто их довольно-таки много, и они решаются очень долго. Который вопрос, который вам нужно решить с вашим руководителем, не знаю, колл-центром и так далее, это обратная связь от клиентов с пожеланиями. Смотрите, у меня в компании есть такое. У какого-то сотрудника есть инициатива. Эта инициатива приносит экономию или финансовую выгоду, и сотрудник еще премируется, если у него это экономия или финансовая выгода. То есть, это на экономике завязано. И сотрудники получают премию, если они помогают компании зарабатывать больше. Если это крупная сумма, то разовая премия 30% от экономического эффекта. А если эта сумма маленькая, то и на протяжении длинного времени, то ежемесячно ему выплачивается, пока это действует. То есть, это же нормально. Это называется поощрение инициатив. Если вы хотите, я вам могу выслать положение заработной плате, где сотрудник отвечает на вопросы, в случае, когда сталкивается информация, он заполняет формочку, пожелания от клиента. И это пожелание приносит вам, компании, деньги, и вы от этого получаете премию. Понимаете? И тогда, получается, все в этом процессе зацеплено на благо развития компании. А если мы говорим, что сталкиваемся с тем, что я отправил службу поддержки, письмо приложил скриншоты, форму, в которой можно приложить скриншоты, где написана ошибка, где есть номер моего счета, где фамилия написана русском, а первый скриншот, что данные не верны, а потом я в поддержку спишу письмо, второе, что данные не верны, вот вам удостоверенничество, они говорят, так они вот совпадают. И то есть, три, два вопроса, на которых два бесславковых ответа, ссылка на регламент и правила, как загрузить документ, как пройти идентификацию для этого самого. Ну, это же заряд полнейший, понимаете? Сейчас уже 21 век, сейчас огромных лучших платформных систем, и вы такие, знаете, как будто динозавр, который идет, у него там ногу откусили, потом хвост отстрелили, а такой импульс нервный к мозгу идет 14 дней. Поверьте, я, как никто другой, как и все здесь коллеги, мы очень хорошо понимаем, о чем вы говорите, и мы стараемся что-то с этим делать. Так, а что стараться сделать? Нужно просто добавить положение на зарубленном платье, называется в регламенте, у меня это починиться ТИФ. Так они должны рады быть обратной связи. Боже мой, человек сэкономил 70 часов телефонных переговоров. Почему вы разговариваете? Ну, серьезно, с такими запросами вы разговариваете с не той стороной. Надо Иоанн Маску писать. Бывшему учредителю. Ну, даже не связан с PayPal. Ну, бывшему учредителю, да. И сказать, парень, вернись, сделай нормально. Да, вернись. Ладно, неплохо. Да. Катерин, если от меня зависит, если какой-то запрос нужно куда-то подать, чтобы повлиять на положительные изменения ваших скриптов, регламентов и так далее, пожалуйста, скажите мне, я могу выслать уже документ готовый, где этот регламент прописан, как поочеренять сети ТИФа. Вы скажите, вот, давайте сделаем так, и еще бабла заработаем компанией и нам. И пришлите к своему руководителю. А руководитель говорит, нет, мы это сделать не можем. Тогда вы идете через голову и говорите, тогда я пойду к самому главному, представительству по России. А он говорит, нет, я не хочу, потому что получает дофига зарплаты, мне не нужны какие-то проблемы, это ваши проблемы, проблемы с клиентом. А вы говорите, хорошо, я иду в головной офис, справляю письмо на английском языке, и вас повышают на представителя России или если не здесь, как это у вас называется? Ну, а как, ну, это же детский сад, ну, как бы обратная связь должна быть. которая помогает решать проблему. Это один раз, вот смотрите, прилетает проблема, которая системная, да, которая может еще раз, еще раз, еще раз возникнуть. А не один раз комплексно решается, и все, она больше не возникает. Отвлекает следующая проблема. И они так решаются. И в конце концов, вы самой крутой садчатной системой станете. Ну, кстати, у нас есть нечто похожее на обратную связь. Рандомно, рандомно выдается людям, вот вы со мной поговорите, возможно, у вас появится анкетка, где вы заполните, и сможете оценить сервис. Но все на что добавляют, только наши зарплаты. А если я поставлю минимальную оценку, мне должна служба контроля качества позвонить и сказать, а почему вы поставили минимальную оценку? А я скажу, ребят, потому что я хочу, чтобы вы стали лучше. И я знаю, как вас делать лучше, но вы упорно не хотите. У меня такая ситуация была в другой стране. Я в онлайне заказал наушники в Казахстане, оплатил, позвонил в магазин, говорю, наушники можно забирать? Да, можно забирать. Перехожу туда, говорю, а у нас платежа не видно, мы наушники не дадим. Я говорю, а что сделать? Позвоните ему в Молотово 5 и скажите, пусть он не скажет, что да, деньги поступили. Я говорю, а почему я должен звонить? Я же заплатил. В результате мне через 2 часа отдают эту гарнитуру. Потом мне приходит звонок, поставьте оценку, отдал под 10, я поставил 1, потому что минус 10 нельзя было поставить. Мне перезвонили в школу центра, а почему вы поставили 1? Я говорю, потому что у вас система IT не работает. А, и они наказали директора того магазина, который вообще не виноват. Понимаете, как все это работает? Я поняла, вот как здорово. Такой грязь. Я очень искренне желаю, чтобы система вам после нашего разговора выдала анкетку, вы смогли ее заплатить. А вы можете нажать кнопку? У меня нет такой кнопки. Если бы мы сами могли влиять на такие вещи, мы бы себе выбирали выдавать анкетки только после хороших клиентов, чтобы нам премии выдавали. Да, да. А что нужно, чтобы вам выдали премию, Катерин? Чтобы вы не ставили единичку и не разговаривали со мной слишком долго. Я прошу прощения, но вынуждено задать вам вопрос. Могу вам еще чем-то помочь по этому? Мне помочь? Нет, только вам. Я могу помочь. Катерин, спасибо. Да, давайте завершаем. Если какие-то пожелания есть, есть данные в системе, пожалуйста, напишите мне от службы поддержки. Вот, у нас появился новый регламент по очереди статьи, пожалуйста, напишите, чего вы недовольны, довольны. Я вас услышала. Да, я вас тоже. Спасибо вам. Вам спасибо огромное. Побольше бы таких специалистов. Ну, стараемся. До свидания, хорошего дня. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok